Постоянно читать, запоминать, выучивать наизусть, размышлять, рассуждать сердцем о божественных словах. Постоянно надо этим заниматься. Хотите быть счастливы? Хотите благодати Божией? Хотите быть защищенными? Хотите иметь услышанными молитвы ваши? Хотите же, чтобы просьбу вашу исполнить? Хотите же, правда, хотите. Так что вы думаете? Что вы за свечки выторгуете у Бога, благодати Божию? Я тебе свечку, ты мне благодать никогда в жизни. Хоть все свечки зажги в мире, это ничего не стоит. Свечки ничего не значат, абсолютно ничего. Ну, разве что красиво и в храме тепло. Хотите иметь Божию благодать? Изучайте священное писание, кайтесь перед Богом в грехах своих и молитесь Богу на всякий час духом. Молитесь Богу на всякий час, на всякое время и на всякий час. И священное писание любите. Бросьте вон газеты, выбросьте ваши гаджеты все. Эти все эти заразные экраны, эти все социальные сети ваши, эти все интернеты, это все паскудство, это все телевизоры, все выключайте. Читайте священное писание. Хотите иметь Духа Святого? Читайте священное писание. И в храм Божий приходите как можно чаще. О том, что в воскресенье вы все должны быть в храме Божьем. Я даже не говорю. Это настолько общее место, что стыдно об этом говорить. В воскресенье, как штык, будьте здесь. Вот сегодня суббота, а некоторые лентяи скажут, я вчера в субботу был, в воскресенье посплю себе. Ведь много таких злодеев здесь стоит. Сто процентов. Вот сегодня причастилось, там 90 человек, а завтра придет 50 в воскресенье. А в воскресенье, скажу я вам, больше всех ангельских праздников. На Николая приходит 500 человек, а в воскресенье 25 человек. Злодеи, безбожники, негодяи, преступники, презрители Божьей благодати. Николая любят, а Христа воскресшего не любят. Михаила любят, а воскресшего Христа не любят. Вас должно быть в 5 раз больше завтра, чем сегодня. И не думай себе, что вчера я уже был, завтра не пойду, потом опять пойду, когда захочу пойду, хочу не пойду. Это злодейство бросьте. Бросьте, закопайте его и забудьте его. В воскресенье каждый будь в храме. И ни одного дня не проводите без молитвы. Ни одного дня. Утром проснулся, глаза разлепил. Прежде чем сигарету закурить, или зубы почистить, или яичницу жарить, или телевизор включать, Богу помолись. Непременно. Прежде чем на кровать лечь, ухом на подушку, Богу помолись. Из дома выйти, Богу помолись. Домой вернулся, поблагодари Господа. За руль садишься, Богу помолись. И за руля встал, Богу помолись. И в храм идти как можно чаще. А в воскресенье просто как штык. Просто как штык. Не смейте в воскресенье в храм не ходить. Иначе тот же Михаил, который вас всех здесь посчитал и записал в книжечку, он вам головы поотвинчивает. Вы чего это, Михаила, чтите, а Христа воскресшего нет? Николая.